Мы находимся, это линия разграничения, крайняя точка считается, наша украинская земля, село Павлополь. Раньше это был Новоазовский район, теперь это Волновахский район. Живем мы здесь уже пятый год. Очень тяжело жить, когда твои дети растут на войне. То есть мой младший ребенок практически вырос на войне, так как уже пятый год, и у меня за это время уже даже внук родился. То есть у нас второе поколение уже пошло на этой войне. Папа наш и Сабрина каждый вечер ложатся, и она научилась читать молитву. Отчинаш она знает, и она просит, чтобы каждый вечер закончилась война, и к нам снаряд не прилетел, пока мы спим. Каждую ночь с папой или сама читаю молитву. Он хочет нас доедти до небеса, до свидетельства имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб нас несущный, дай нам мир, оставь нам долги на Твое, как из нас талендов и камнях, и не видишь в искушении, и избавь нас от рукава. Я поездила Царствие, силой славы, и мне присылала их пилков. Аминь. Сейчас полетела, чтобы война закончилась. Аминь. Я понимаю, что это, и мне грустно стало. Аминь. Такая голова. Чтоб у нас был ремонт хороший. И мы чтоб хорошо были. Чтоб у папы глаза были здоровы. Чтоб. И чтоб у меня не было среды. Что это было? Стреляли. Ты не боишься? Боюсь. У нас была корова, тёлка, 10 свиней, 10 коз. То есть у нас было маленькое фермерское хозяйство, которое просто так не возьмёшь и никуда не выбросишь. И мы думали, что ну вот, сейчас вот мы потерпим, и сейчас оно закончится, или сейчас вот пройдёт, или вот что-то разрешится. А с каждым днём становилось всё хуже, хуже, страшнее и страшнее. И настал момент, когда вот то, что у нас стояло на первом месте, там, да, мы пытались, оно стало неважно. Мы продали за копейки корову, мы раздали кое-какое хозяйство. Кому-то, кого-то зарезали, кого-то отпустили. Мы просто перестали это всё ценить. Для нас осталось, как, знаете, выжить. Мы отдали своих детей грязных с подвала чужим людям. И они уехали. Хорошо, что там есть знакомые в Мариуполе, там уже встречали. Обстрел был сумасшедший, свистела над головами, и муж сказал мне, спускайся в подвал. Я сказала, моё дитё сейчас едет. Я не спущусь в подвал. И всё. Мы сидели просто вот так. То, что я потеряла всё, что наживала за свою жизнь, нет даже, кто ответит за это всё. И даже наше государство, очень надеюсь, что вот поменялась власть, и что-то поменяется, и правда. Потому что, ну шо ж, это... Это очень тяжело, когда ты в такой ситуации, тебя ещё добивают. То есть не помогают, а добивают. Вот добивают этой Волновахой, куда нас отправили за 120 километров, а Мариуполь в 20 километрах от нас. Добивают, когда я со двора вижу плотину, а мне нечему мыть детей, у нас нет воды. Когда подходит зима, а у нас даже из руководства никто не подумает, как там люди будут греться. Вот военным сейчас привяжут буржуйки, я знаю, дрова. А мы же тоже люди. Чем нам греться? Из-за нервного стресса у мужа... Муж приобрёл сахарный диабет. Как следствие, он принимал лекарства, потом инсулин, и всё равно ничего не помогло. У него началось отслоение сетчатки. Он практически потерял зрение. Он не пойдёт, уже не притянет дровняку какую-то, чтобы мы растопили печку. То есть мы будем носить, но мы попробуем носить. Если каждый опустит руки и скажет, да нет, пусть оно идёт, как идёт, и ничего хорошего не будет. У нас дети, нам надо ради них подниматься, вставать, начинать всё сначала в руинах, вот в этом всём, и жить. Ради детей. Да, конечно, есть надежда. Есть надежда на перемены, что в нашей стране наконец-то будут думать о таких людях, как мы. мира и здоровья. Здоровья будешь, ты сам себе деньги заработаешь, правильно? И мир будет, работа будет, будут какие-то стабильности. Вот так всё очень тяжело. Будет яблоко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова